Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас необычный ролик. Это совместный проект канала Хобби Уральца и фирмы Уральская усадьба Теплицы. В этом ролике мы с вами подробно рассмотрим, как же устанавливается теплица нового поколения. Не зря же есть такая поговорка, что нужно готовить сани летом, а телегу зимой. Но в данном случае мы не телегу будем готовить, а как раз будем устанавливать теплицу. Зимний период это самое время подготовить к весне теплицу, а уже самой-самой ранней весной начать высаживать там овощные культуры. Итак, монтажники Уральской усадьбы к нам подъехали, и сейчас начинается процесс разгрузки. Вот таким образом компактно выглядит теплица павильон 10-метровая, поликарбонат, ну и, конечно, фурнитура. Это все, что для крепления дверей, промок, обязательно есть инструкция по восстановке. Тут, в общем, все. Полное описание картинки. Пошаговая инструкция в верхних линиях. Конструкция вся компактная и разборная. В данный момент загружается в промоку. И порточка. Торцевая стенка теплицы. Тоже в разобранном состоянии. Для усиления карпат-какаса она имеет диагональ. Арки в виде ферм усилены. Теперь идет выгрузка полуарок. Арки усилены. Состоят из двух труб и перемычек. В данном случае основание это груз. 150 на 150. Он предварительно обработан антисептиком. Сейчас можно оценить толщину профиля. А также качество порошково-полимерного покрытия. Профиль идет 20 на 20 трубок. Все металлоконструкции изначально оцинкованы. А также наносится двойной слой порошково-полимерной краски. Что делает их очень надежными в эксплуатации. Антикоррозийная защита очень на высоком уровне. На всех металлоконструкциях предварительно сделаны отверстия для крепления поликарбоната. Что конечно же очень удобно при монтаже. Так же как и на арках. На торцах. По протяжению всей металлоконструкции. Имеются отверстия для крепления поликарбоната. То есть при креплении поликарбоната труба дополнительно уже не просверливается. По повреждению полимерно-порошкового покрытия не происходит. Так же хочется отметить качество сварки. Сварка сделана полуавтоматом. Очень надежный и качественный шок. Все металлоконструкции. Для того чтобы не повреждалось покрытие. Обязательно упаковываются лентой. И при транспортировке исключается возможность повреждения. Стеновой поликарбонат уже нарезан по размеру. Поликарбонат устанавливается в 0,82 плотности. Соликс премиум. Толщиной 4 миллиметра. И так все комплектующие теплицы на месте. И теперь уже начнется непосредственно монтаж. Для удобства монтажа основание делится пополам. Размечается середина. И именно середина начинается монтаж. Чтобы к концу основания все арки были равномерно размещены. Две половинки арки скрепляются в балкон. Для удобства крепления арки необходимо на центральную арку установить в верхней части прогона. Прогоны для удобства крепления оснащены петлями. В случае если нечетное количество арок обязательно монтаж начинается. В середину. Закрепляется сначала одна арка. И уже от нее идет монтаж последовательно. В качестве лекала, чтобы точно выдержать расстояние между арками, устанавливается стандартный прогон. И уже после этого крепится арка. После установки двух соседних арок, для исключения их падения, особенно это касается ветреной погоны, арки между собой скрепляются прогонами. Вагоны точно также крепятся к петлям, которые есть на металлоконструкции с помощью болта. Так как бригада, как правило, состоит из двух или трех монтажников, процесс сборки торцов и арок, а также их установки происходит параллельно. Монтаж торца происходит из двух половинок. Половинки между собой скрепляются болтами. и для надежности протягиваются. И для надежности протягиваются. После скрепления дверей торца происходит установка предварительной двери. На торце порточки дверей устанавливаются пластмассовые заглушки, что исключает попадание влаги внутрь металлической конструкции. Происходит крепление поликарбоната. Соты в поликарбонате ориентируются вертикально, чтобы конденсат не скапливался, а имел возможность стекать вниз. И крепление поликарбоната застильно снимается и повторно устанавливается. Уже вверх поликарбоната. Завязывается поликарбонатом центральная часть на торце. Нижняя поликарбоната измельчается. На нижней торце поликарбоната устанавливаются перфоленты. Поверх перфоленты устанавливается перфоленты. Для исключения попадания насекомых и грязи внутрь сота. Для плотного прилегания торца к стенке. По периметру торца устанавливается резиновый торцевой уплотнитель. Данный уплотнитель исключает попадание в грязи, а также влаги внутри сота. И полностью делает теплицу герметичной. Устанавливается фурнитура на форточки и двери. Шпингалеты. А также ручки для удобного открытия и закрытия. Для крепления после открытия порточки дверей устанавливаются шпингалеты. Шпингалеты устанавливаются как с внутренней стороны двери, так и снаружи. Для того, чтобы была возможность закрывать двери как изнутри, так и снаружи, что очень удобно. После установки тоннеля из арок производится установка торца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После установки всех прогонов обязательно тратить станцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все болты для того, чтобы увеличить надежность конструкции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, суть арки, а также торец, крепятся с помощью метилл прогонов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что делает конструкцию теплицы более чем надежной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы увидите в следующем видеоролике. Не забывайте писать комментарии, задавать вопросы, поделитесь своими советами. Ставьте палец вверх, ведь это лучшая благодарность автору. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новый видеоролик. Успехов вам и до новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА